Здравствуйте! Вы смотрите «Формулу здоровья» в студии Мария Шматкова. Сегодня у нас в гостях Нина Павловна Чуприкова, заместитель по детству главного врача Одинцовской областной больницы. Здравствуйте, Нина Павловна! Здравствуйте! Очень рада вас видеть в нашей студии. Сегодня хотелось бы поговорить о вакцинации и, в частности, об одной вакцине – о пневмококе. С 2015 года вакцина «Превинар» была включена в список обязательной вакцинации детей первого года жизни. Вакцина эта называется «Превинар-13». Это импортная вакцина, которая поставляется нам в Минздраву. Её много, этой вакцины. Недостатка в этой вакцине нет ни в одной поликлинике. И мы рекомендуем родителям вакцинировать деток. До года эта вакцина вакцинируется дважды. Дважды – это в 2 и в 4 месяца. Если родители по той или иной причине не смогли провакцинировать ребёнка, у ребёнка были какие-либо медицинские противопоказания, либо же это несогласие родителей, тогда детям, начиная с года до 2, мы эту вакцину делаем также двукратно, но с интервалом уже тоже 2 месяца. Если же ребёнок вакцинируется у нас с 2 лет, то эта вакцина вводится однократно. Если ребёнок, согласно национальному календарю, вакцинируется в 2 и в 4 месяца, то третью вакцину, ревакцинация этого ребёнка, мы уже производим с 12 до 15 месяцев. Переносимость этой вакцины хорошая. Мы можем делать эту вакцину совместно с вакциной АКДС, АДСМ. Не можем её совмещать только с живой вакциной БЦЖ. Переносимость вакцины хорошая. Иммунитет вырабатывается очень хороший. И те детки, которые вакцинированы этой вакциной, они меньше болеют. Вот, кстати, подошли как раз к особенностям этой вакцины. Почему её всё-таки решили назначать вот с такого раннего возраста? И действительно, насколько эффективно она защищает организм ребёнка, организм человека от пневмококовой инфекции? В данную вакцину это инактивированная вакцина. То есть туда входят убитые штаммы бактерий против 13 бактерий. То есть это семейство стриптококк-вириденс, стриптококк-пневмония и пневмококк, который может вызывать тяжёлые бронхиолиты у детей младшего возраста, у маленьких детей, это у детей до года. Это пневмония. И благодаря этой вакцине детки, у которых ещё не сформировался иммунитет, у них вырабатывается свой собственный иммунитет на эту вакцину. И дети менее восприимчивы к пневмококковой бактерии. И, соответственно, если они и заболевают, если у них возникает какая-либо вирусная инфекция, то данная вакцина ведёт к тому, что ребёнок… Но всё проходит в лёгкой форме. Да. Получается, в течение последних пяти лет шла вакцинация детского населения, а взрослые вакцинируются, кстати? У нас во всех поликлиниках мы делаем эту вакцину, делаем тем людям, которые ослаблены, у которых есть хронические заболевания, у которых есть частые отиты, бронхиты, пневмонии. Но для детей, начиная с двухлетнего возраста и для взрослых, эта вакцина вводится однократно. То есть мы её ввели. И есть ещё вторая вакцина, она называется пневмо-23, там уже мы вакцинируем от 23 бактерий, от штаммов, и эффект тоже очень хороший. Нина Павловна, вот всё-таки вот эти пять лет вакцинации против пневмококовой инфекции, насколько они действительно доказали свою эффективность? Насколько количество больных и именно тяжёлых больных пациентов уменьшилось? Вы знаете, эта вакцина действительно очень хорошая. И мы от неё видим действительно пользу. Все эти дети, которые находились, ну в частности мы будем говорить про нашу Одинцовскую областную больницу, все дети, которые к нам попадали с теми или иными заболеваниями, если ребёнок был привит, первое, то, что собирает доктор анамнез, когда ребёнок поступает в приёмный покой, он обязательно спрашивает, есть ли у вас вакцина от пневмококовой инфекции, и есть ли у вас гемофильная вакцина. Это вот две бактерии, которые ведут себя, ну вот пневмокок и гемофильная палочка, они могут повести себя абсолютно неадекватно в организме человека и могут вызвать тяжёлое заболевание. И если ребёнок, ну я в частности говорю про детей, если ребёнок привит вот этими двумя вакцинами, течение заболевания будет намного легче. То есть мы знаем, что ребёнок уже защищён, что у него есть иммунитет, и он поможет нам справиться с тем или иным заболеванием. Как вы считаете, сегодня вот в условиях развития коронавирусной инфекции можно ли говорить о том, я подчёркиваю, именно говорить о том, что возможно у тех детей и взрослых, у кого была сделана эта вакцина, если заболевание и начнётся, то оно возможно, опять же, да, я подчёркиваю, возможно, будет протекать в более лёгкой форме, потому что уже известно, что коронавирус вызывает острую пневмонию и очень тяжёлую пневмонию. Мы как раз-таки говорим об вакцине против пневмококовой инфекции. Да, вы знаете, сейчас учёные думают о том, почему не болеют дети, да, то есть они болеют, но их всего 5,5% от тех заболеваемости всего населения коронавирусной инфекцией. И здесь можно, конечно, предположить о том, что наши дети всё-таки, они, у них есть, все эти дети, которые привиты, да, у них есть прививка. И вот сейчас идут такие полемики о том, что почему не болеют дети, да, в той же России, да, потому что у нас есть та же прививка от БЦЖ, да, вот сейчас то, что вырабатывает иммунитет. Но всё-таки просто у нас работает вот эта система, национальный календарь прививок, он действительно, основная часть населения всё-таки ещё приверженцы таких традиционных устоев, основ, и все стараются прививать, исследовать этому календарю, опять же, если нет никаких медотводов. И поэтому, в общем-то, сознательность наших родителей, да, соответственно, она выше, возможно, вот именно поэтому. И слава Богу, что дети... Конечно, что это есть. Да, что это есть, и что дети менее подвержены вирусной заболевании. Вы знаете, мы вот сейчас, может быть, вот в этот период, конечно, мы очень благодарны Роспотребнадзору о том, что они нас постоянно заставляли о том, чтобы мы обязательно пересматривали все свои медотводы, да, мы обязательно вакцинировали тех детей, у которых когда-то были какие-то противопоказания, создавали врачебные комиссии, иммунологические комиссии для того, чтобы вакцинировать детей. Мы с вами сейчас подошли к тому, что у нас практически, ну, я не могу сказать, что все 100%, да, но 95% детей – это привитые дети. И благодаря этой вакцинации, вот в тот период, в который мы сейчас с вами находимся, все те антибиотики, которые мы их знаем, да, но, скажем так, новых появляется очень мало. А если мы с вами вакцинируемся той или иной вакциной, мы выработаем свой собственный иммунитет против заболевания, и мы сможем справиться благодаря своей иммунной системе. То есть сейчас мне бы очень хотелось вот в этой сложной обстановке, которая у нас сейчас есть, чтобы родители подумали все-таки о том, что помоги себе сам, да, сделай прививку ребенку, создай у него иммунитет против того или иного заболевания. Но самое главное, не отказывайся, потому что ведь это движение, оно началось примерно в середине 2000-х годов, и оно было очень таким интенсивным, когда активно включились вот в работу и соцсети, и различные сайты говорили, что вакцинация – это не нужно, это вред организму. И прям ведь мы действительно боролись и на постоянной основе информировали население, говорили о том, что ребята, вакцинируйтесь, не отказывайтесь, если у вас нет действительно по здоровью медотводов, не лишайте защиты свой организм и организму своего ребенка. Почему вы решаете за него сегодня, да, и неизвестно, что он получит потом, в дальнейшем, когда он пойдет в детский сад, когда он пойдет в школу. И как раз вот были ведь буквально несколько лет назад и вспышки коклюша, вот как раз это ведь… Кори. Кори, да, это вот как раз вот история с продолжением. И сегодня тот самый момент, когда, наверное, всем нам нужно понимать вот зону ответственности, то, что мы делаем сейчас и какие мы будем иметь после этого последствия. Я, вы знаете, тот человек, который всегда обдуманно подхожу к вакцинации детей, да, и взрослых. И вот когда появилась эта вакцина, я делала себе прививку себе, привинар, да, и, ну, вот близким людям. И эффект от этой вакцины, он действительно есть. Люди перестали болеть. И очень многие, пройдя, когда вот год-два болели значительно реже, звонили и говорят, давай сделаем еще. Но, к сожалению, она делается всего лишь однократно, но действительно эффект от этой вакцины есть. Как мы можем также сказать с вами про кори, да, у нас же была вспышка этой инфекции, да, она протекает значительно легче, чем, ну, вот та же какая-то пневмококковая инфекция. Но мы опять же должны сказать, что болеют корью только те, которые не привиты. Если ребенок привит, да, мы можем успокоиться на 95% и, зная, что это заболевание, оно у него не возникнет. А заболевают те, которые не делали эту вакцину. И в той или иной ситуации мы начинаем вводить декретированные сроки иммуноглобулина ребенку, да, и дети все равно потом заболевают, потому что срок этот, он значительно укорочен и не вырабатывается иммунитет против этой вакцины. Поэтому сейчас, вот мне кажется, настало то время, когда не нужно рассуждать, когда не нужно придумывать чего-то, если ты не медицинский работник. У нас целый штат ученых, у нас умных людей, которые сказали, что эти вакцины нужно делать. И нам нужно сейчас, подходя обдуманно, подготовив ребенка, обязательно вакцинировать и вырабатывать иммунитет против тех или иных заболеваний. Как сегодня работает детская поликлиника, в каком режиме? Детская поликлиника сейчас закрыта на плановый прием. У нас идет прием только экстренных больных. Врачи-педиатры выходят на дом. Созданы бригады, которые ездят на забор анализов на коронавирус. У нас ведут приемы врачи-специалисты. Не все, но все доктора всех специальностей прием этот ведут. По ЦИТа, то есть по экстренным показаниям, мы делаем забор анализа крови, мочи, биохимические какие-либо анализы. Рентген у нас работает в две смены. Работает доктор-пульмонолог, лор-врач. Стационары все. А сейчас у нас это педиатрическое отделение, которое находится на Любы Новоселовой 6. Оно ведет прием детей инфекционных, кроме кишечной инфекции. Детей с вирусными заболеваниями принимает Звенигород инфекционное отделение. Там же ведет прием педиатрическое отделение в круглосуточном режиме. И структурное подразделение Никольское тоже ведет прием детей с теми или иными заболеваниями, с соматической патологией. Но если это будет вирусная инфекция, не острый период, они тоже берут этих детей. Но все работает в штатном режиме. Помощь оказывается тем, кому это действительно нужно. Сейчас очень многие говорят и обращаются к жителям с просьбой все-таки оставаться дома, придерживаться карантина, самоизоляции, без надобности не выходить, не покидать свои дома, квартиры, не нарушать эпид-режим. Да, и вы знаете, у нас вот когда только ограничительные мероприятия были введены, жители нашего района, округа, они пошли в поликлинику, видя, что открылось расписание, можно попасть к специалистам на плановые осмотры. То есть вместо того, чтобы следовать неуклонной инструкциям, мы все-таки вот... Да, с малышами, с грудничками. Ищем другие пути. Да, для проведения профилактических осмотров. Мы все успеем, мы все сделаем. Когда нашим деткам нужно будет идти в детские сады или в школы, они все получат 26-е формы для того, чтобы они смогли... То есть сейчас заверяем родителей, не волнуйтесь, не беспокойтесь. Все карты будут подготовлены на приемы и в детские сады, и в школу. Если нужно, будет дополнительно... Дополнительно. Наверное, да, будут организованы дни. Конечно, мы все сделаем. Про посмотров. Самое главное сейчас... Вот мне понравилось, как вчера сказали, не сидите дома, да, а живите дома. Вот сейчас нужно уделить время действительно детям, да. Вот поиграть с ними, почитать с ними, сделать уроки. Да, вот я понимаю, что сейчас не всем можно будет гулять, те, которые живут в многоэтажных домах. Но если мы находимся с вами на даче, во дворе, если не приглашать никого, соседей, друзей, то, конечно, это гулять, это можно. Покупать детям витамины, ну, фрукты. Если есть там какие-то сезонные ягоды в тех же замороженных холодильниках, да, доставать, есть, пить. То есть вести нормальный образ жизни, но, пожалуйста, чтобы они, конечно, жили дома. И не нарушали карантинные мероприятия, потому что вот как раз-таки именно это и способствует росту вирусной инфекции. То, чего нас так сегодня стараются защитить власти и страны, и губернатора Подмосковья, о чём в ежедневном режиме говорит, и глава округа, безусловно, не нарушать режим самоизоляции, оставаться дома и, в первую очередь, не представлять опасности для других. Конечно. У нас вот вчера было очень приятно. Нам позвонили. Это, конечно, считается, что это болезнь взрослых, да, но нам позвонила заведующая поликлиникой, и к ним обращаются волонтёры, которые предлагают нам помощь водители, которые будут возить докторов на вызыва, да, для того, чтобы доктора, ну, меньше передвигались своим ходом, да, то есть, и это было очень приятно, о том, что помнят, о том, что доктора есть, о том, что им приходится сейчас, ну, совсем нелегко, и за это, конечно, очень большое спасибо. Спасибо вам, Нина Павловна, спасибо всем врачам Одинцовской областной больницы, вообще спасибо всем врачам, кто сегодня стоит на передовой, кто сегодня борется с вирусом. Борется за здоровье наших жителей, это огромный труд, это очень тяжёлое сейчас время, и, безусловно, конечно же, каждый из нас хочет вам помочь, ну, хотя бы даже тем, что мы просто говорим вам спасибо. Вам спасибо большое. Мы побегим. Ни на минуту не сомневаемся. Спасибо вам и здоровья. Спасибо большое. Вы смотрели программу «Формула здоровья». Берегите своё здоровье и здоровье своих близких. Живите дома. С вами была Мария Шматкова. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова